В этом видео я хочу рассказать вам про светодиодные светильники фирмы Cyrox серии TS. Это профессиональные светодиодные светильники для аквариумов с живыми растениями. Данные светильники являются RGB, то есть имеют белый, синий, красный и зеленые светодиоды. Причем белые здесь двух спекторов. Сейчас посмотрим поподробнее. Данные светильники устанавливаются на аквариум при помощи ножек. То есть вот такие большие ножки с акриловой вставкой устанавливаются на стекло аквариума и зажимаются. Толщина стекла максимальная должна быть где-то 2,5 см, не больше. То есть ножки. В ножки вкручиваются такие металлические трубки. И они вставляются в отверстия в корпусе светильника. Ну, соответственно, не раздвигаются. Вот так это выглядит со стороны. И зажимаются для надежности. В этой линейке есть 4 размера. Соответственно, они отличаются по длине корпуса. То есть есть 60 см, 90 см. Также есть 113 см и 143 см длина корпуса. Соответственно, самый маленький подходит на аквариумы 60 см длиной. Самый большой подходит на аквариумы 1,80 см длиной. Соответственно, они отличаются по длине и количеству светодиодов. То есть по мощности освещения. Данные светильники являются одними из самых мощных в данной ценовой категории. Также, если вы не хотите устанавливать светильники на данные ножки, вы можете установить их на подвесы, которые идут в комплекте. То есть прикручиваются 4 крепежа. И они подсоединяются при помощи 4 тросиков. У нас на обзоре модель TS2. То есть длина корпуса 83 см. подходит на аквариумы от 90 до 1,20 м длиной. Ширина всех светильников получается 30 см. Толщина корпуса около 2 см. Данные светильники имеют программную начинку. То есть вы можете регулировать яркость. Есть таймер. Есть автоматическое включение и выключение плавное. И несколько режимов работы. Также ночной режим работы. Вот так выглядит корпус. Металлический радиатор большой. И вот эти отверстия для крепления подвесов. То есть они регулируют, двигаются. Вы делаете уголки к стене и подвешиваете. Или какие-то крепления к потолку. И подвешиваете светильник над аквариумом. С этой стороны крепится провод. А с этой стороны есть настройка для разных режимов. Как мы видим, есть светодиоды в таком корпусе с светоотражателем. И также три мощных светодиода по центру. И это получается как бы два канала. То есть можно отдельно регулировать вот эти. И отдельно регулировать вот эти три светодиода. То есть их яркость и время работы по таймеру. Независимо друг от друга. Все настройки происходят при помощи вот этого маленького табло экранчика. Где устанавливается время и все возможные режимы. Ну, в комплекте идет вот такая инструкция. Где написана небольшая краткая инструкция по настройке. И основные характеристики данного светильника. Конечно, если с первого раза прочитать. Просто вот эти все настройки непонятно. Становятся некоторые моменты. Как что настраивать. Странно. Поставщики оптовые, которые привозят данные светильники в России. Могли бы уже немножко потрудиться и более подробно класть инструкцию. Так как они ее всю перевели и изготовили. Сейчас эти светильники на данный момент являются новыми. Я сам не совсем разобрался со всеми функциями. И они будут по мере того, как мы будем все узнавать. Мы будем выкладывать информацию на сайте в описании к данному светильнику. Итак, у нас светильник TS2 83 сантиметра длиной. Ну да, все верно. Ширину, толщину я сказал. На аквариуме я сказал. Мощность данного светильника 83 ватта. В данной линейке также есть и морские светильники для морских аквариумов. Есть как и для морских, так и для пресноводных. Соответственно, отличаются они спектром светодиодов. У нас пресноводный светильник. Он имеет 12 красных, 15 зеленых, 3 голубых, 6 белых 12 тысяч кельвинов и 3 6,5 тысяч кельвинов. Это вот эти 3 самых мощных и 6, которые здесь установлены. Светильник имеет несколько режимов, как я уже сказал. Первый это авто, автоматический режим. То есть вы устанавливаете время, устанавливаете яркость. Также после того, как автоматический режим включается, автоматически включается режим лунного света. То есть голубые диоды. А вот есть ручной режим, то есть просто включение-выключение и яркость И есть дневной режим, это тоже включение-выключение в определенное время Чем отличается дневной режим от авто? Это на данный момент, что я разобрался, в том, что дневной, это просто вы ставите начало, ставите конец Он плавно включает, плавно выключает светильник, указанный вами время и все А авто это режим, когда вы можете каждый канал запрограммировать на определенную яркость То есть, например, сначала, чтобы утром включались только белые светодиоды Потом постепенно разгорались, через какое-то время включались потом вот эти светодиоды Потом эти гасли вечером, оставались только это Как бы получался такой закат из разных цветов, более такой насыщенный И они также плавно выключались И есть режим северного сияния Это режим, когда просто все вот эти светодиоды горят Потихоньку включаются, выключаются, мигают Как бы создает красивый эффект освещения Но этот режим, наверное, нужен тогда, когда к вам пришли гости И вы включили его, и все сказали, что вообще классно Светильник и все в аквариум переливается Сейчас, если это включить, кажется, как-то непонятно Но на аквариум это должно смотреться очень красиво Ну и также небольшая здесь инструкция по настройке Данная инструкция идет в комплект Светильник работает от адаптера 24 вольта Данная модель 10 ампер Вот мы видим, загорелся, загорелся цветные диоды Эти диоды белые 12000 кельюнов, то есть холодного белого цвета Вот это получается его максимальная яркость То есть максимальные эти диоды и максимальные центральные белые теплые диоды Светит очень ярко Сейчас посмотрим, как северное сияние себя ведет Так, это вот этот режим То есть максимальные ярко сейчас горят Какие-то начинают тухнуть, как бы мигать Мы видим Это просто ради интереса такой режим вставлен в данный светильник Для эффекта Не знаю, заметно на видео или нет То, что диоды потихоньку включаются Выключаются Мигают То центральные То боковые В общем, когда это над аквариумом смотрится очень интересно И можно гостям продемонстрировать В общем, такой экранчик Где устанавливается время Устанавливаются всевозможные режимы Но более подробную настройку мы выложим на сайте Единственное, также немного непонятно Насколько плавно происходит изменение яркости То есть рассвет, закат В данной инструкции это не указано И надо будет устанавливать над аквариум В течение дня наблюдать То есть есть вот такая маленькая сноска Где написано изменение яркости во времени Здесь показано, что изменение яркости происходит в 10% Хотя в настройках самих там происходит по 1% Можно регулировать Это надо будет уточнить В общем, вот такой интересный светодиодный светильник Для маленьких и больших аквариумов С прихотливыми растениями И для сочного окраса рыб, растений Такая плата управления Настройки происходят при помощи вот такого кругляшка И циферблата Где отображается время, проценты яркости Это первый канал, то есть цветные диоды Это загорается центральный канал Это дневной режим Это настройка времени Тут есть маленькие индикаторы Вот так выглядит верхняя часть Пох тут есть Вы SUPER一下 Если я исследовательный ф persone cl 있으े для вас Выше Грани asれない